Пожар на нефтяном терминале оккупированной Феодосии набирает силу и охватывает все большую площадь. Видно, что топливо в емкости еще больше половины, оно вытекает и сразу же горит, похоже на извержение вулкана. Площадь пожара на нефтеналивном порту во временно оккупированной Феодосии выросла до 2500 квадратных метров и продолжает увеличиваться. В связи с пожаром проезд по Керченскому шоссе в сторону Приморского перекрыт. Объезд возможен только через село Владиславовка. Масштабный пожар на нефтебазе, который начался еще в ночь на 7 октября, существенно влияет на жизнь в городе. Мощные клубы дыма видят из многих районов, проходят эвакуации. Также были перекрыты дороги, а часть города до сих пор обесточена. Временно ограничено движение транспорта на участке Таврида, Приморский, Береговое, Феодосия. Схему объезда вы видите на своих экранах. В самом городе перекрыто движение на улицах Федько и Геологическое. Для автобусов номер 2 и 4 создан альтернативный маршрут. Нефтебаза неоднократно подвергалась воздушным атакам, но никогда ранее последствия не были столь масштабными. В Генштабе вооруженных сил Украины заявили о поражении морского нефтяного терминала, назвав это мерами по подрыву военно-экономического потенциала России. Точных причин возгорания пока выяснить не удалось. Мы остаемся здесь и продолжаем следить за ситуацией. А вот в российских СМИ называют две версии происшедшего. Согласно первой, по нефтебазе ударили ракетами, которые повредили и разрушили резервуары. А согласно второй, нефтебазу атаковали дронами. При этом, Минобороны России заявили, что все дроны над Крымом были сбиты. Всего поступило к нам 30 человек. На данный момент осталось уже 10 человек. Многие люди стараются найти место, размещаются по друзьям, родным и так далее. Пострадавших нет. Людям были созданы все условия, естественно, необходимые для интервичного размещения. Мы обеспечили чаем горячим, булочками с утра, позже был организован завтрак. Через некоторое время оставшихся, на данный момент осталось 10 человек, мы планируем покормить обедом. И в дальнейшем, по показаниям, либо людям, которые у нас сейчас находятся, предоставят возможность вернуться к местам постоянного проживания, либо они будут размещены в местах, где будут созданы все условия для длительного пребывания. Российские власти оккупированного Крыма публично не признают, что произошедшее связано с боевыми действиями. Пожар на нефтебазе они называют происшествием и возгоранием, причин которого не уточняют. Крымчанам-очевидцам событий угрожают за обнародование информации. Горожан, чьи дома, расположенные рядом с нефтебазой, эвакуировали. В Феодосии развернули два эвакуационных пункта в школах номер 12 и номер 9. Жители приезжают сюда вместе со своими домашними животными. Например, это Бим и здесь еще два кота. Нас здесь покормили, чай дали. Ну, все нормально. Пока планируете здесь оставаться? Ну, сказали, что нас отвезут в гостиницу. В общем, посмотрим. Многие люди стараются найти место, размещаются по друзьям, родным и так далее. Пострадавших нет. Людям были созданы все условия, естественно, необходимые для первичного размещения. Тем временем крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявляет, что все граждане, чье имущество пострадало при ЧАЭС в Феодосии, получат компенсации. Группировка сформирована для ликвидации последствий ЧАЭС в полном объеме. Все коллеги находятся на месте. Я хочу поблагодарить всех здесь, и неравнодушных граждан, и добровольцев, и сотрудников МЧС, и городскую администрацию. На самом деле, все решения, которые принимаются, принимаются своевременно и правильно. Поэтому прошу всех граждан соблюдать спокойствие. Компенсацию точно все, кто что-либо утерял с точки зрения имущественного момента, все получат в полном объеме. Гарантированно. Сейчас все мероприятия предлагаются ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. С федеральным центром и личной связи, полное обеспечение, углубки всем необходимое есть. Известно, что дым ныне феодосийского пожара виден даже в Старом Крыму. А расстояние между этими точками почти 21 километр. Я с трех часов уже не спал, поэтому лежал, телефон со мной был рядышком, как услышал резкий такой звук и грохот. Я сразу посмотрел, что было 4, 24, потом еще где-то 3 или 4 раза было. Вышел на балкон, посмотрел, в ту сторону было зарево. С утра мы поняли, что что-то произошло. День начинался обычно, мы собирали школу, я в окна увидела клубы дыма, языки пламени. Связалась с классным руководителем. Она сообщила, что занятия будут в дистанционном режиме. Все, мостика нету. Тем временем в Алтайском крае РФ прорвал очередную дамбу, теперь на Зеркальных озерах. Там вода разрушила дорогу, которая соединяла две части села Шелабалиха, а также разрушился мост. Давайте отходите назад, подальше. Сейчас вы отходите, тут же провода тоже вот это все идет. Упадет скоро. Глава Шелабалихинского района Александр Шушунов заявил, что причина прорыва – большой объем воды, который скопился из-за дождливого лета. На месте там работают оперативные службы. Жители просят отойти от разлившейся воды на безопасное расстояние. Инфраструктура по всей России продолжает разваливаться на фоне гигантских расходов на войну. Но поскольку убивать украинца важнее, чем чинить дамбы, то эта разруха так и будет продолжаться. А что делает тем временем кремлевская власть? Она выдворяет на родину нелегальных мигрантов. Так облаву устроили полицейские сотрудники Росгвардии в Самарской области. Здравствуйте, граждане. С полиции. Давай, сейчас будем ваши документы проверять. Давай, доставай документы свои. Всего российские силовики проверили 2080 объектов. Выявили 128 незаконно находящихся в Российской Федерации иностранных граждан. И тут не выдержал даже глава Чечни Рамзан Кадыров. Он неожиданно заступился за трудовых мигрантов из Средней Азии. В своем телеграм-канале он заявил, что, наблюдая за ужесточением миграционной политики внутри страны, он видит лишь разжигание ненависти к приезжим, а некоторые принимаемые меры его изрядно разочаровывают. Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами. Миграционную политику, если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко. Обсуждаемую проблему массовым выдворением граждан других стран не решить. Да и возникла эта проблема не по вине приезжих людей. Здесь корень в причине безалаберности тех, кто в свое время должен был заниматься находящимися в их компетенции вопросами и оперативно реагировать на любые обостряющиеся процессы. Вот только не было практически никакого контроля. В любом случае, разжигая в обществе ненависть к мигрантам, мы ничего хорошего не добьемся, а напротив, только усугубим ситуацию. Друзья, на этом все. Напишите обязательно в комментариях, как вас следующее кармическое наказание ждет на Российскую Федерацию. И до следующего выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok